МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Счет 2-3 в пользу Гомеля. Металлург на выезде сыграл с Могилевым. После финального свистка на табло горели цифры 1-6 в пользу жлобинских хоккеистов. По одной шабе забросили из-за лома Ефименко. Дубли на счету Тополя и Мехнова. Единственный гол Могилева на счету Субботина. Завтра в областном центре пройдет благотворительный поединок в Суперлиге среди женских гонбольных команд. Гомель встретится с Берестием. Начало матча в 15.30. А вот матч в мужской дружине Гомеля с гонбольным клубом «Мешков Брест», который также должен был пройти в субботу, отменен. Его перенесли на неопределенный срок. В субботу продолжится борьба в чемпионате Беларуси по волейболу в двух дивизионных женского и мужского первенства. В мужском чемпионате дивизиона А Гомельская энергия сыграет перенесенный домашний матч с Обуховским легионом. Поединок пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 19.00. В женском чемпионате дивизиона А Мозорская жемчужина Полесья примет на своей площадке Гродненский коммунальник. Стартовый свисток в Полесье-арене прозвучит 24 октября в 16.30. Во втором дивизионе Гомельский бумпром встретится дома с Могилевским коммунальником, а Газовик отправится в гости к Рашанскому взлету. Матчи начнутся в 16.30 и в 15.30 соответственно. В предстоящие выходные состоятся матчи по баскетболу в женском и мужском чемпионатах. 25 октября женская команда «Гомельские рыси» отправится к брестской дружине «Цор Виктория». Мужская команда «Рыси» сыграет на своей площадке. Гомельские баскетболисты примут молодежку столичных смоков. Поединок пройдет на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало матча в 13.00. Матчи чемпионата Беларуси по мини-футболу запланированы на субботу и воскресенье. Откроет восьмой тур поединок между Динамо БНТУ и Светлогорским ЦКК. ВРЗ на своей площадке примет УВД «Динамо». Напомню, встреча «Быча» и «Крана Динамо» перенесена из-за вспышки коронавируса в стане железнодорожников. Воскресенье «Мудрская славя» сыграет на выезде против Гродинского Немана в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Начало матча в 13.00. В национальном турнире первой лиги «Гомель» на выезде сыграется с «Моргонью». «Локомотив» отправится в гости к «Слонему-2017», а светлогорский химик – к «Кашмяном». Встреча реческого спутника и пинской волны перенесена. У игроков зелено-белый выявлен COVID-19. Девочки завершили борьбу за путевку на финал республиканских соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч». За награды боролись 8 команд из 8 районов области. По итогам выступления женских дружин третье место заняли представительницы «Хоник», второе – у сборной Добрышского района. На финал турнира в Минск отправятся футболистки из Центрального района Гомеля. На следующей неделе у нас будут играть средняя и старшая возрастная группа. 27-28 числа играют мальчики средней возрастной группы, 29-30 старшие. А на этом пока все. С новостями спорта ознакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова